Чтобы повысить подвижность бетонной смеси, строители увеличивают количество воды, что приводит к падению прочности и долговечности бетона. Чтобы не допустить подобных ошибок, используйте пластификаторы при подготовке бетонных смесей и растворов. Бетапласт. Добавка пластификатор для цементных растворов и бетонов. Бетапласт обладает следующими преимуществами. Увеличивает пластичность и удобоукладываемость бетонных и цементных растворов. Уменьшает потребность раствора в воде, что в свою очередь приводит к увеличению прочности цементных растворов и бетонов. Повышает влагостойкость и морозостойкость. повышает устойчивость к атмосферному влиянию. Для получения желаемого результата очень важно соблюдать следующую последовательность приготовления. Шаг 1. Приготовление сухой смеси, растворной или бетонной. Шаг 2. Приготовить воду из расчета следующей пропорции. Для стяжек 20 литров воды на 40 кг цемента, для бетонов 19 литров воды на 40 кг цемента. Шаг 3. В подготовленное количество воды добавить пластификатор в пропорции 1-1,5% от веса цемента, в среднем 4-6 полных колпачков или 400-600 мл на 40 кг цемента. Перемешать в течение 20-30 секунд. Шаг 4. Залить приготовленный водяной раствор в сухую смесь и тщательно перемешать до получения однородной массы. Чтобы наглядно показать воздействие бетапластно-бетонный и цементный раствор, мы проведем следующее испытание. Мы делаем раствор без добавки и точно такой же состав сделаем с использованием бетапласт – 1,5% расход от массы цемента. Для испытаний рассчитаем расход материалов на 10 литров раствора. Так выглядит раствор без добавки. Вязкий, не пластичный. Осадка конуса составляет всего 3 см. Укладка в опалубку такой смеси приводит к появлению пустот и дефектов на поверхности. Используем точно такой же состав, как в первом испытании. Благодаря добавке бетапласт, раствор существенно повысил свойства поудобоукладываемости и пластичности, что значительно уменьшает трудозатраты и повышает качество. Осадка конуса составила уже 18 см, причем прочностные характеристики остались без изменений. Пластифицирующая добавка бетапласт предназначена для приготовления бетонов, термоизоляционных штукатурок и стяжек с содержанием гранул полистирола, цементных штукатурок и кладочных растворов, стяжек, в особенности полов с подогревом. А теперь рассмотрим подробнее, как влияет пластификатор бетапласт на растворы и смеси в зависимости от области применения. Полистирол-бетон, цементопласт. Для производства полистирол-бетона просто необходимо добавление пластификатора бетапласт. Добавка бетапласт обеспечивает гомогенность раствора, обволакивая каждый полистирольный шарик цементом и не позволяет шарикам всплыть на поверхность раствора, нарушая таким образом термоизолирующие характеристики данной смеси. Пластификатор для штукатурного и кладочного раствора. Чтобы объяснить необходимость использования пластификатора бетапласт в штукатурные и кладочные растворы, замешиваем раствор с добавлением пластификатора и раствор без добавления. Так выглядит раствор без добавки. Вязкий, не пластичный. Посмотрим, что с ним будет через час. Благодаря добавке бетапласт, во втором случае раствор стал пушистым, пластичным и удобоукладываемым. Через час раствор без добавки загустел и стал непригоден для работы, а раствор с добавлением бетапласт все еще пригоден для работы, сохранив пластичность и эластичность. Стяжка для пола с подогревом. Учитывая, что стяжки на полах с подогревом работают в режиме динамики, то есть при нагревании происходит удельное расширение, при охлаждении сжатие, существует большая вероятность появления деформационных трещин. Этот процесс можно предотвратить добавлением в раствор пластификатора бетапласт. При добавлении пластификатора в раствор, сам раствор становится более удобоукладываемым, а стяжка пластичной и устойчивой к сжатию и растяжению. Бетапласт – добавка-пластификатор для цементных растворов и бетонов. Торговый центр «Супротен». Улица Мештерлманоля, 14-1. Телефон 022-268-300. 3w.supraten.md Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова